Здравствуйте! В эфире программа «Услышать каждого». Тема сегодняшнего разговора – приоритетный проект «Доступная земля». Сегодня у нас в гостях заместитель министра земельно-имущественных отношений Марьяна Макаровна Мангош. Здравствуйте! Здравствуйте! Марьяна Макаровна, что это за проект? Проект «Доступная земля» – это приоритетный проект, который реализуется Министерством земельных и имущественных отношений Республики ТВА. Направлен он в первую очередь на сокращение сроков оформления земельных участков, а также на уменьшение количества процедур при оформлении земельных участков. В первую очередь он предназначен для собственников земельных участков, землевладельцев, землепользователей, арендаторов, а также для тех лиц, граждан, юридических лиц, которые хотят каким-то образом оформить свои земельные участки или же в дальнейшем продать или арендовать земельные участки. Период проведения этого проекта. Когда он начался? Мы начали его реализовывать с начала этого года, то есть с 1 января 2017 года. В настоящий момент он очень хорошо, успешно нами реализуется. И мы планируем его реализовывать в последующем, то есть в последующие годы. А также на уровне органов местного самоуправления тоже он будет реализовываться не только в этом году, но и в последующие годы. Марьяна Макаровна, вот Вы сказали, что проект направлен на сокращение сроков. Насколько эти сроки сократятся? На данный момент, извиняюсь, не на данный момент. До реализации проекта срок оформления земельного участка, то есть сроки рассмотрения заявлений, подаваемые Минземьимущество, составляли 30 дней. Это было предусмотрено административным регламентом предоставления государственной услуги. В настоящий момент мы внесли изменения в наши административные регламенты, мы пересмотрели нашу работу и сократили срок рассмотрения заявлений до 23 календарных дней. То есть это существенно уменьшение на 7 календарных дней. Второе, что мы на сегодняшний день достигли, анализ нашей работы показал, что на данный момент всего при оформлении земельного участка нужно было пройти 7 процедур. То есть это нужно было, первое, подать заявление в Минземьимущество, второе, это нужно было получить распоряжение, например, о предварительном согласовании предоставления участка, третье, это нужно было заявителю самому обратиться в филиал кадастропалат для оформления кадастропаспорта или кадастровой выписки. Далее с этой кадастровой выпиской к нам возвращался заявитель, снова писал заявление уже о предоставлении земельного участка, который уже образовался в результате кадастрового учета. После этого заявителю нужно было получить уже договор аренды и самому пойти в управление Росреестром для государственной регистрации прав. В рамках нашего проектного управления «Доступная земля» мы на сегодняшний день сократили количество процедур до трех. То есть если было ранее семь, то теперь уже три процедуры. То есть достаточно заявителю сегодня подать заявление в Минземьимущество. В дальнейшем мы уже сами Минземьимущество готовим распоряжение, сами по каналам связи через портал Госуслуг, через портал Росреестр направляем заявление о постановке на кадастровый учет в филиал кадастропалаты, получаем кадастровый паспорт и уже заключаем договор аренды. Заявителю нужно будет подходить для подписания договора аренды. И, к сожалению, мы еще до конца не реализовали, но мы планируем, что до конца этого года мы реализуем, то есть даже в ближайшее время, возможность направления подписанных договоров, например, аренды купли-продажи и распоряжений в органы регистрации прав сами. То есть сами по каналам связи путем подписания электронной цифровой подписью без участия заявителя. То есть наша конечная цель именно такова. Мы над этим уже работаем и достаточно успешно. Есть уже тестовые у нас результаты. И как только у нас это все будет полностью апробировано, мы уже, скажем так, заявителя освободим от функции идти самим в управление Росреестр за государственной регистрацией прав. Это, конечно, очень удобно, особенно для тех жителей, которые проживают именно в городе. Что же делать тем людям, которые именно в районах у нас? Этот проект с начала года в Минземимущество отработан. Уже начата работа с органами местного самоуправления по внедрению данного проекта и в органах местного самоуправления, то есть в каждой администрации района Кожуна Республики. К сожалению, есть некоторые препятствия по автоматизации процессов оформления, обработке документов, которые требуют автоматизации процессов в органах местного самоуправления. Например, в Минземимущество для того, чтобы реализовать этот проектный офис и вообще, чтобы сократить сроки оформления, мы приобрели программный продукт «Асгор», который позволяет автоматизировать процесс рассмотрения и оформления документов на землю. Поэтому, как только мы этот программный продукт внедрим в органах местного самоуправления, далее, как только органы местного самоуправления у нас смогут направлять по каналам связи документы в Росреестр, мы можем сказать, что органы местного самоуправления тоже уже приступили и начали работать по этому проекту. На сегодняшний день по этому проекту уже сколько обработано документов? Ну вот с начала года по статистике, если говорить про заявления о постановке на кадастровый учет и внесении сведений ЕГРН, то Минземимущество направлено на 227 заявок. То есть, получается, на 227 земельных участков мы освободили заявителей от хождения их заявлениями в филиал кадастропалаты. Ну вот такая вот статистика есть у нас. Куда обращаться с заявителем? В МФЦ можно? Заявителям я рекомендую обращаться в первую очередь в МФЦ. Но в то же время я хотела бы сказать, что подача заявлений у нас также реализована через портал государственных услуг. Тем более я рекомендую заявителям, особенно субъектам малого и среднего предпринимательства, обращаться все-таки через портал госуслуг, учитывая, что если заявление подано через портал госуслуг, у нас срок сокращен. То есть вместо 23 дней мы рассматриваем в течение 10 дней. Поэтому все-таки больше рекомендации обращаться через портал госуслуг. Вот вы сказали, что система автоматизированная. Вот, например, мне как заявителю я могу как-то через интернет, может быть, через какую-то программу отслеживать, на какой стадии сейчас оформление документов идет? К сожалению, этот вопрос с нами еще не отработан, но мы его будем отрабатывать. В настоящее время мы прорабатываем вопрос СМС-информирования. То есть как только документ, например, будет готов на какой-либо стадии, чтобы заявитель был оповещен о том, что документ находится на той или иной стадии. То есть этот вопрос тоже на сегодняшний день прорабатывается. Какие цели ставили все-таки проектами, в следствии чего проект начал работать? Ну, как я говорила, цель нашего проекта — это сокращение сроков оформления земельных участков, уменьшение количества процедур, хождений заявителей по различным инстанциям, просреестров, кадастров, палату, Минземьимущества. Это вот цели и задачи проекта. Ставились они в рамках чего? В рамках того, что все-таки законодательство тоже идет вперед. И законодательство Российской Федерации, особенно в сфере земельных отношений, все-таки идет в большую сторону на сокращение административных барьеров при оформлении прав на земельные участки. Поэтому реализация проекта, скажем так, в объеме, если мы будем смотреть, она все-таки уже была продиктована жизнью и реалиями, которые на сегодняшний день существуют. Все-таки проект начался с начала года. На сегодняшний момент, вот именно на сегодня, вы можете какие-то итоги подвести уже, результаты? Статистика показала, по итогам полугодия показала, что действительно сроки у нас сократились до 27 календарных дней. То есть средний срок рассмотрения обращений граждан по оформлению участков составляет 27 дней. И, конечно же, то, что я говорила, да, из семи процедур, которые были до этого, мы сократили количество процедур до трех. Естественно, я думаю, что граждане и заявители, которые обращались в Миндзиме в Миндзиме уже это почувствовали. Это, конечно, удобно для заявителей. Мне кажется, что все-таки вам работы прибавилось. Ну, как сказать, автоматизация процесса есть, поэтому, в принципе, действительно, как бы нагрузка есть. Но, учитывая, что мы тоже идем с ногу со временем, то есть приобретаем автоматизированные продукты, приобретаем ЭЦП, в принципе, это вполне приемлемо. Куда можно подойти жителям нашей республики, чтобы получить подробную информацию по этому проекту? На данный момент у нас проектный офис функционирует в здании, расположенном по Калинина 1Б. Это здание Машзавода, 323 кабинет. Там можно получить какую-либо консультацию и уточнить вообще по порядку оформления документов. То есть именно в здании Миндзиме имущества на Калинина 1Б, третий этаж. То есть оформление документов, я так поняла, что и в МФЦ в электронном виде, и можно и к вам подойти, да? Нет, подача документов происходит через МФЦ и через портал госуслуг. Обработка документов, консультация происходит именно в Миндзиме имуществе. Хотелось бы добавить и довести до сведения жителей города Козыла, что в 2017 году на территории города Козыла проводятся так называемые комплексные кадастровые работы. Цель комплексных кадастровых работ – это за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета уточнить границы ранее учтенных земельных участков, границы которых не установлены в соответствии с требованиями законодательства. Например, земельный участок был выделен ранее, в 90-х годах, но по какой-то причине собственник, правообладатель земельного участка не в силу отсутствия финансовых средств и каких-то других причин не смог оформить границы земельного участка. Здесь хотелось бы сказать, что в рамках той субсидии, которая была выделена из федерального бюджета, в этом году мы уточняем полностью границы земельных участков в городе Козыле. Поэтому хотелось бы сказать, чтобы владельцы земельных участков были немножко бдительными. Сейчас начинает работать согласительная комиссия при Минземеимуществе, которая будет рассматривать результаты комплексных кадастровых работ. Почему я говорю, что это для заявителей должно быть интересно? Потому что именно границы земельных участков будут уточнены за счет федерального бюджета, за счет государственных средств. И каждый заявитель должен видеть и услышать, то есть как все-таки границы на самом деле были установлены. От этого зависит результат, который будет в результате внесения сведений о Едином государственном реестре недвижимости. Конечно же, это положительно. Почему? Потому что, во-первых, мы экономим средства обычных граждан на проведение кадастровых работ, на так называемое межевание, которое в среднем сегодня в городе Кызыле на один земельный участок, а межевой план стоит 6 тысяч рублей. Поэтому сейчас в рамках согласительной комиссии на информационных стендах, на сайте Минземеимущества, на сайте мэрии будут размещаться сведения о кадастровых кварталах, по которым будут рассматриваться результаты комплексных кадастровых работ. Поэтому любой заявитель может прийти, ознакомиться с результатами комплексных кадастровых работ, посмотреть действительно границы земельного участка, его соответствует действительности и сказать, что соответствует или не соответствует. После того, как сведения будут внесены в единый государственный реестр недвижимости, к сожалению, оспорить эти результаты можно будет только в судебном порядке. Но опять же, документы и Министерство земельных и межеводоношений. Да, то есть любой собственник может прийти, ознакомиться с теми границами, которые будут устанавливать исполнитель работы. Возвращаясь к нашей теме по доступной земле, вы сказали, что в следующем году этот проект также будет реализовываться. Сколько документов в год вы в следующем году планируете обработать? У нас статистика сильно не меняется ежегодно. Примерно у нас поступает около 4 тысяч заявлений от граждан. При этом обрабатываются все заявления. За 2016 год статистика показала, что было выдано около 700 распоряжений о подоставлении земельных участков. И было заключено более тысячи договоров купли-продажи и аренды. И мы планируем, что и в течение 2017 года, и в последующие годы, в принципе, у нас эта цифра сильно не будет скакать, увеличиваться, уменьшаться. Марина Макарна, спасибо, что вы к нам пришли и рассказали. Время, к сожалению, у нас вышло. Я напомню, что это была программа «Услышать каждого». Мы говорили на тему приоритетного проекта «Доступная земля». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова